друзья всем огромный привет рад приветствовать вас на канале интерактивной фото школы арт фото life меня зовут сердцу и сегодня у нас необычный урок все вы наверняка знаете многие из вас подписаны на такого мобильного фотографа как андриан из краснодара и да друзья я не стесняясь могу назвать его российским королем мобильной фотографии на его инстаграм подписаны почти 10 тысяч человек это что он делает с мобильной фотографию это воистину восхищает поражает удивляет и просто притягивает внимание тысячи и тысячи зрителей не спрашивайте как-то мне удалось раздобыть исходники его фотографий и сегодня мы с вами повторим его городскую обработку и да друзья казалось бы логично мобильную фотографию обрабатывать на мобильном телефоне но к сожалению в мобильном lightroom я не могу поставить эфиренсное фото и точь-в-точь повторять всю тонировку и цветокор который использует автор поэтому сегодня мы с вами будем обрабатывать на пк но тот кто обрабатывает на телефоне не забывайте что настройки идентичные за исключением пару параметров которые редко кто применяет и я тоже сегодня их применять не буду потому что это все таки мобильная фотография и она должна полностью соответствовать lightroom мобайл и так друзья если городская стихия городская фотография стрит урбанистика это все ваше не переключаемся смотрим повторяем учимся ритачить кривыми а вознаграждением будут ваши восторожные зрители ну что друзья не будем терять времени поехали если ты впервые на моем канале не забудь заглянуть в мой инстаграм и после подписки получить в подарок набор пресетов universal для пк и телефона следи за новостями в инстаграм участвую во флешмобах получает призы и подарки а в telegram канале тебя ждет общение с единомышленниками совместное продвижение соц сетей программы на телефон и пк для обработки фото и видео ссылки на instagram и telegram в описании к этому видео и так друзья мы в lightroom перед нами две фотографии слева фотографии это скрин со странички instagram andriana и справа это исходник andriana и сегодня мы будем обрабатывать исходник для того чтобы получить фото который находится слева референсное давайте я скрою пленочку чтобы нам это не мешало мы увидим фотографии покрупнее на весь экран и вот что я хочу еще отметить загрузив фотографии на пк я был просто поражен качеством самих исходников я не знаю на какой телефон он снимает вы сами у него спросите но качество просто бомбическая она не то что не уступает моей беззеркалки canon и usrp по некоторым параметрам даже лучше например шум и если бы я на свой фотоаппарат ночью на вокзале фотографировал с рук то я вас уверяю моя фотография была бы намного шумнее в общем не буду скрывать своего удивления я поражен даже самим исходником ну что ж друзья давайте приступим итак первым делом что мы с вами делаем это уберем излишнюю светимость где-то примерно на 7070 ну да пожалуй вот так вот 71 я поставлю света и не наоборот слегка повыше я думаю что это уровень должен быть ну похоже что вот так вот 70 . белого я прижму и посильнее пожалуй вот таким вот образом а точку черного наоборот повышу где-то примерно до значения у меня получилось 46 теперь друзья нам нужно работать с кривой но прежде чем мы перейдем к тоннам и кривой давайте мы произведем цветокоррекцию мы уберем все лишние цвета для того чтобы кривой делать красивую интересную тонировочку обратите внимание на блик от фонаря с фотографии слева и оригинала вы видите здесь такие малиновые пурпурные оттенки это мне подсказывать что я их полностью должен убрать отлично блик у меня обесцветился но не совсем пожалуй я фиолетовый и пурпурный разведу в разные стороны для того чтобы убрать излишние артефакты этих цветов как друзья зеленые убираем полностью в минус 100 аквамарин убираем наверное полностью в минус 100 и синий убираем значительно где-то примерно на 88 теперь друзья давайте переместимся в панель цветовой тон и здесь зеленый уберем полностью вправо в сторону изумрудных оттенков а желтый уберем полностью влево в сторону оранжевого цвета далее оранжевый мы подвинем сторону красных оттенков слегка где-то примерно на 13 теперь давайте вернемся в насыщенность и подрегулируем наши цвета сделаем их немного послабее и так красные мы убираем на минус 32 оранжевый на минус 36 и желтый где-то примерно на минус 35 теперь друзья переходим в кривые это самый ответственный участок работы потому что здесь будет происходить ну настоящее чудо я так надеюсь и так у меня открыта кривая rgb об этом говорит активный вот этот беленький кругляш я зафиксирую центральную точку и точку в средних темных тонах чуть чуть пониже вот здесь вот примерно опущу опущу слегка вниз если что мы сюда вернемся пока этого будет достаточно теперь я перехожу красный канал фиксирую центральную точку средние темные участки опускаю немного вниз светлые немного приподнимаю и получаю вот такую легкую с образную кривую я перехожу в зеленый канал фиксирую центральную точку и ровным счетом делаю то же самое нам не нужно получать излишних фиолетовых оттенков и s-образная в зеленом канале должна у вас получиться ровно и похоже светлых участках верхней части кривой а нижняя часть должна быть изогнута немного меньше чем в предыдущем красном канале и теперь друзья переходим в синий канал и делаем ровным счетом то же самое фиксируем центральную точку опускаем кривую в средних и в темных участках и слегка поднимаем кривую светлых участках и теперь друзья нам нужно поймать самый что ни на есть момент истины мы должны с вами получить красивый благородный сизый цвет в темных участках для этого придется потрудиться просто переходим в каждый канал и двигаем ползунки таким образом чтобы получить искомый синий цвет фотография получается достаточно теплая давайте мы с вами попробуем подвинуть температуру о да но теперь смотрите друзья вот здесь вот красное пятнышко посредине здания она теряется когда я делаю слишком холодные оттенки а когда я повышаю тепло то у меня фотография закрашивается в оранжевый цвет поэтому нам необходимо подобрать такое состояние при котором бы это пятнышко не исчезала но тем не менее фотография была достаточно прохладной ну уже скажем так похоже но нужно еще немножко доработать наверное мы с вами перейдем теперь в раздельное тонирование и да друзья не забывайте что один и тот же результат можно получить но немного разными способами то что я сейчас делаю я не создаю пресет андриана нет я делаю свою обработку которая в той или иной степени повторяет обработку андриана и давайте мы немножко с вами подкрасим тени чтобы добиться вот такого красивого сизого синего цвета и так насыщенность я сделаю сначала побольше где-то примерно на 25 и теперь покручу цветовой тон для того чтобы подобрать искомое значение что-то мне подсказывает что это цветовой тон 199 и насыщенность насыщенность давайте мы с вами сделаем ну где-то наверное я думаю 19 ну вот уже почти похоже но нам наверное на этом этапе нужно добавить виньетку обратите внимание здесь она есть виньетка на левом снимке а справа у меня вот все виднеется через решетку и так переходим мы с вами теперь виньетку смотрим на углы и стараемся повторить такую же виньетку пожалуй назначение 60 я остановлюсь и теперь подрегулирую еще центральную область уже почти почти похоже вот похоже это то что нужно ну что ж друзья фотография все больше и больше похоже на ту обработку который показывает нам андриан своем блоге но вы знаете я почему-то на оригинальной фотографии не нахожу на башне вот этого светящегося элемента и друзья преувеличение увидел что моя фотография немного синее поэтому давайте мы с вами вернемся в тени и попробуем их все-таки поправить давайте мы подвинем тон в сторону фиолетовых оттенков насыщенностью берем еще раз подвигаем это мой тон и так у меня получилось 203 цветовой тон и насыщенность 5 но все равно моя фотография синее давайте перейдем сейчас мы с вами красный канал и зажатой кнопочкой alt аккуратненько подвигаем точку для того чтобы подобрать похожесть цвета вот так похоже уже больше и друзья вернемся с вами к башне на башне я не вижу вот здесь вот оранжево пятнышко я подозреваю что он его дорисовал кисточкой давайте мы возьмем кисть ну наверное просто добавим слегка температуру в нее где-то примерно на 15 и аккуратно вот здесь вот так вот проведем а если этого мало можно добавить еще насыщенность и подвинуть оттенок чуть чуть правее ну пожалуй как то вот так вот я думаю что он сделал также давайте мы вернемся к исходному масштабу и посмотрим что у нас в итоге получилось очень похоже но мне кажется что мне в свою фотографию нужно добавить немножко контраста пожалуй плюс 23 и теперь друзья мои смотрим на поезд вот здесь вы видите окошечко светится а у меня не светится пожалуй это тоже работа кистью и так берем кисточку делаем экспозицию чуть чуть больше я сделаю где-то буквально на 05 и проводим осветляем вот здесь вот окошко делаем его слегка посветлее потеплее и немножко снижаю насыщенность в общем стараюсь подобрать похожий оттенок кликаем enter давайте пожалуй возьмем еще раз кисточку экспозицию сделаем где-то примерно на пожалуй на 03 и вот здесь мы немного посветлее сделаем вот здесь вот вагоны и вот здесь посильнее просвечивается лестница я тоже ее поправлю я не знаю может он конечно более тонкой аккуратно работал с кривой но я подозреваю что возможно дорабатывал кисточкой ну что ж теперь это еще больше похоже на оригинал и все-таки мне кажется что у меня в некоторых оттенках присутствует лишний фиолетовый цвет давайте мы с вами сейчас попробуем подвигать еще в красном канале аккуратненько точки мне кажется нужно сделать более тонкую работу с кривой вот так уже более похоже ну и друзья вот здесь вот кисточкой я еще слегка дорисую пожалуй здесь тоже была применена кисть да вот таким вот образом адриан я надеюсь ты меня не в обиде что я спародировал твою обработку желаю тебе друг мой творческих высот вам дорогие друзья желаю всего самого наилучшего красивых фотографий я надеюсь адриан не обидится если пресетик который у нас получился я сохраню и раздам всем зрителям моего канала а этом друзья все с вами был серджио и интерактивная фотошкола арт-фотолайф до следующих видео